Всем привет! С вами Тоня и вы на моем канале. Это видео я хочу посвятить покупкам, которые я совершила для своих комнатных растений. И хочу поделиться с вами, что же я приобрела. Сегодня для фона будет стоять вот эта прекрасная фиалка сорта Blue Dragon. Второй раз она уже выпустила цветоносы. И я заметила, что второй раз уже она начала проявлять свои сортовые особенности. А это более темная по краю полоса, по краю лепестков. Также мне подсказали, что Blue Dragon при прохладной погоде выпускает такие цветы, что у них еще идет и салатовая такая нежная бахрома. Буду ждать. У нас еще не было таких похолоданий. Поэтому все у нее впереди у этой фиалки. Начну я вот с таких горшочков. Это я взяла на остатки в магазине лента. Розовые. Рассадные горшки по 0,5 литра. Они прекрасно подойдут для фиалки стандарт. Либо я применю их для пересадки сингониумов. Также я взяла вот такие три черных длинных горшочка. Они очень из плотного пластмасса. И вот такой для орхидеи. Для орхидеи объемом 1,4 литра. У меня есть орхидея, которая потребует весной пересадки. Эти горшочки стоили совсем недорого. Я их покупала в начале октября. Вот такая на них цена. Горшок для орхидеи 19 рублей. А вот такой черный стоил 13,60. Буквально весной я их покупала по 11 рублей. Чем нравятся мне такие горшки? Мне нравится в них сажать антуриумы. Точнее я сажаю антуриумы в прозрачную емкость. А в них ставлю как в кашпо. А потом уже в дальнейшем пересаживаю. Именно в эти длинные они хорошо держат листья у антуриума. И как-то так более эстетично смотрятся. На этих выходных я зашла и приобрела вот такой препарат. Блиокладин для профилактики корневых гнилей. Я его ни разу не применяла. Буду рада, если вы поделитесь своими впечатлениями, своей оценкой об этом препарате. Я думаю, он должен пригодиться. Я хочу проэкспериментировать и положить в несколько горшков при пересадке. Также я докупила биомикоризу. Обычно я ее приобретаю в фикс прайсе. Там она была по 50 рублей. А в этом цветочном магазине я приобрела ее по 42 рубля. Взяла одну про запас. Хорошее средство. Добавляю в последнее время при укоренении черенков антуриума. Добавляю уже к взрослым кустам в сухом виде. Не разбавляю, а прям подсыпаю ее в грунт и применяю. Она находится в грунте. Она тоже способствует укоренению, приживаемости, росту корней. Образуется такой симбиоз грибов мицелия. И защищает растения от различных прикорневых гнилей. Иммунитет у растения повышается. И сопротивляемость к различным заболеваниям. Также я приобрела в аптечку Эпин Экстра. Беру его туда в горшки. И препарат Феравит. Феравит я люблю использовать зимой, когда сокращается световой день. Его еще в народе называют жидкое солнце. Использую раз в месяц для своих антуриумов. Так, приобрела в аптечку препарат Актара. Пусть будет, потому что у меня такая есть небольшая клуба. И у меня там растут гладиолусы. Как-то на них напал трипс. И я растерялась. Не было Актары. Магазин, ближайший на конце города. Поэтому я теперь всегда держу Актару у себя в аптечке. Также приобрела еще в аптечку ТАПАС. ТАПАС это действующее вещество. В нем пенконазол. Борется он с грибковыми заболеваниями на растениях. Как-то я его применяла для фиалок. И немного не рассчитала. Попала в центр некоторым фиалкам. И сгорели молодые листочки. Поэтому надо очень аккуратно с этим препаратом действовать. Либо я его немного переборщила не по инструкции. Но что-то пошло не так. Так, купила на пробу вот такое удобрение Агрикола. Мне понравилось здесь вот такое соотношение азот, фосфор и калий. Моя фертика Кристаллон уже подходит к концу. И я решила для декоративно-лиственных попробовать Агриколу. В принципе в отзывах они неплохо отзываются. Для цветущих я использую фертика Люкс. А вот для декоративно-лиственных я использовала фертику Кристаллон. Также для антулиумов я ее использую для черенков и для молодых растений до цветения. Поэтому хочу попробовать поменять фертику на Агриколу. Но это будет уже ближе к весне. Это я сделала такие запасы себе. На Касте также взяла корневин. Он стоил всего 11 рублей. Сколько здесь? 5 грамм всего корневина. Он у меня хорошо уходит в весенний-летний период. Поэтому тоже взяла прозапас, так как уже одна пачка у меня открыта. Мне нравится с ним фикусы укоренять, педелантус. Да и бегонии неплохо укоренялись с ним. Фиалочком я его не использую. Фиалочки сушат очень сильно черенки листовые. Не применяла для фиалок. Меня предупредили, что не стоит. Итак, вот такие покупки для комнатных растений. Спасибо всем, кто был со мной. Ставьте лайки, если вы любите растения, как я. И всем пока! Пока!